Радио Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме продолжается. Легпик Александр Шунин и к нам присоединяется председатель правления Айропас Делцель Линия Сканспар Вингрис. Здравствуйте. Доброе утро, Каспар. Доброе утро. Поговорим действительно о Рейл Балтика. Декабрь уже время подведения, наверное, итогов. И, понятно, логично спросить, какие успехи в реализации Рейл Балтика. Можно ли уже подвести какие-то итоги этого года? Этапа какого-то. Да. Для Латвии это был важный год по прогрессу реализации Рейл Балтика. Мы очень гордимся за самый большой шаг. Это объявленный в ноябре крупнейший тендер на строительство Рейл Балтика в Латвии. Это международный конкурс на строительство основной трассы более двухсот километров за пределами Риги уже. Это значит, что мы готовимся к масштабным строительным работам по всей Латвии, от Эстонии до Литвы. Это строительство трассы, которая соединит нас с европейской железнодорожной сетью. Конкурс очень важный, и работа над этим продлилась... будет продвигаться весь следующий год. В результате мы будем готовы к поэтапному строительству Латвии. В один день работы не начнется по всей Латвии. Они будут начинаться в промежутках, где завершено проектирование. Но продолжается и строительство начатой работы в Риге же тоже, да? Да, конечно, будем продолжать. В настоящее время активно происходит строительство работы на самых сложных промежутках проекта Латвии. Известно, что в ноябре прошел год с тех пор, как мы в самом центре Риги начали строительные работы станции. Там строится центральный мультимодальный узел Рао-Балтика. В следующем году ожидается строительство уже самой новой здании на южной стороне напротив Министерства сообщения. Так как жители уже смогут увидеть облик здания и понять, насколько масштабно будет изменение самой станции. Также расширяется строительная площадка Рао-Балтика и у аэропорта Риги. Те, кто поедет в аэропорт в течение года, смогут проследить, как развивается строительство новой, например, дороги длиной около километра, включая участок между улицами Земли и Музея, а также между шоссе 133 и улицей Тора. Это как бы подход к аэропорту. Хочу подчеркнуть, мы смогли обеспечить строительство обеих этих важных участков Рао-Балтика, сохранив доступ для пассажиров и обеспечив функциональность железнодорожного вокзала и тоже аэропорта. Кроме того, в центре города уличное движение нигде не закрылось полностью. Мы благодарны жителям за их понимание, так как, конечно, строительные работы ограничивают движение транспорта где-то, хотя чуть-чуть. Касбер, ну вот вы упомянули о том, что большой конкурс на строительство трассы Рао-Балтика по всей Латвии будет объявлен. И насколько вероятно, что вы найдете очень быстро строителей и вот кто победит в этом конкурсе, уже что можно ждать, что в следующем году начнется строительство трассы Рао-Балтика уже не только в самой региент будут, но и за пределами реги. Ну, к сожалению, быстро это не будет, потому что это очень масштабный конкурс, так как строитель должен иметь опыт и знания в очень широком спектре строительства рельсовых путей, в том числе насыпей железных дорожных мостов, дорог, подземных переходов, путепроводов и перемещения инженерных технических сетей. Так что могу сказать, в следующем году еще нет, потому что такие квалификации таких строителей очень редко даже в Европе, поэтому мы должны тщательно делать этот тендер. Целью этого конкурса строительных работ основной трассы Рао-Балтика в Латвии является привлечение строительной компании на ранней стадии проекта для обеспечения строительных работ железнодорожной линии Рао-Балтика в Латвии за пределами города Риги. Международный конкурс будет проходить на два этапа. Первая квалификация и потом уже поступка технических и финансовых предложений. В конце 2022 года планируется заключить контракт с победителем конкурса, так что строительство новой железнодорожной линии может начинаться в первой половине 2023 года, когда открывается сезон строительства. Что означает раннее вовлечение застройщика и почему и для чего оно необходимо? Раннее участие строителя это международно признанная практика сотрудничать со строителем пока проектирование еще не закончено. Это позволит консолидировать ответственность за реализацию проекта и планирование работы в одних руках. Строительство будет происходить по мере готовности этапов проекта. Значит, что как готов проект, так мы начинаем в том участке строительства. Это позволит эффективнее использовать финансовые средства и более рационально использовать строительные материалы. В результате раннего участия строитель еще в процессе проектирования консультирует нас и проектировщиков как более рационально организовать строительные работы. Это позволит эффективно экономить свои расходы на строительство, также экономить время. И поэтому мы уверены, что сотрудничество с профессиональными строителями мирового уровня позволит нам начать работы уже в 2023 году. То есть, Косифер, можно тогда сделать вывод, что вы движетесь целенаправленно вперед, что никакие помехи даже в виде пандемии COVID-19 не тормозят работу строительства Rail Baltic. Трудно сказать, что пандемия нас не касается. Конечно, касается, однако, несмотря на различные вызовы, трудности и влияние пандемии COVID-19, мы добили значительного прогресса. И, ну, Райбалтика становится очень заметный проект в Латвии. Говоря о следующем, вы много говорили о том, что произойдет в 2023 году и конкурс и прочее, самый большой вызов, на ваш взгляд, для проекта в 2023? Ну, однозначно, это уже упомянутый масштабный конкурс по строительству трассы Rail Baltic и за пределами Риги. Это однозначно, это самый большой конкурс, который вообще теперь происходит в Европе. Опыт реализации проекта Rail Baltic в Латвии показывает, что латвийские строительные компании объединяются с иностранными профессионалами. Кандидат объединения должен иметь многочисленный опыт строительных железных дорог и другой инфраструктуры. Международный конкурс позволит реализовать лучшие сочетание расходов и профессионального опыта. Поэтому это самый большой вызов сделать этот конкурс хорошо и проявить очень большой конкурс между тем кандидатом, который хочет присутствовать, чтобы выбрать самого лучшего. Как второй важный шаг я хочу отметить сотрудничество с местными самоуправлениями, которые мы пересекаем трассой Раубалтика. Уже сейчас начать диалог с самоуправлениями очень важно тесно сотрудничество с каждым самоуправлением, так как уже в следующем году начинается проектирование работ региональных станций, тех, которые мы выбирали, и названия, или как мы их называем, региональных пунктов мобильности в Латвии. Ну вот это можно ли сказать, что тоже большой вызов именно спроектировать эти региональные станции, ну или вот как вы тоже говорите пункты мобильности? Задача серьезная, ведь результат должен служить людям многие десятилетия, но вызов не только спроектировать, самый большой вызов это сделать комплекс удобства, которые, конечно, будут очень важны, но еще сделать железнодорожный вид транспорта основой общественного транспорта, и это не только задача тех, которые проектируют дно, результат сотрудничества, потому что суть удобных пунктов мобильности это иметь возможность выходя из поезда сразу пересесть на другие транспортные средства, такие как автобус, автомобиль или велосипед, и мы вместе с местными самоуправлениями должны изменить привычки людей, и большой выигрыш будет, конечно, жизнь намного удобнее и экологичнее. Каспар, то есть подводя итоги, можно сказать, что следующий год будет очень важным, поскольку будут не только строительные работы в Риге, но и можно сказать планирование выхода за пределы Риги, выбор решающий специалистов, тех строителей, которые будут строить уже за пределами Риги, то есть это, можно сказать, набирает обороты и все больше ответственности, все больше работы. Да, именно так, и мы уже тоже можем сказать, что мы встречаемся с соседями, наконец-то делаем работы не только в центре Латвии, но идем напротив соседей, ну и могу сказать уже, что самая приоритетная сторона, куда мы идем, это литовская сторона и параллельно тоже будем развиваться и в сторону Эстонии тоже. Как давно в песне пелось, наш паровоз вперед летит. И можно пожелать проекту только успех. В общем-то жизнь многих из нас зависит от того, насколько быстро и удачно проложат эти пути, и проект будет реализован. Каспар, ну, видимо, с наступающим и увидимся, услышимся уже в новом году. Удачи, успеха, всего доброго. Спасибо. И здесь такая, что называется, релевантная новость. Проект Рейлбалтик, конечно, длинный и важный, но по сравнению с самым длинным маршрутом за всю историю железнодорожного транспорта, конечно, чуть-чуть скромнее, хотя и ближе к нам. В Евразии появился самый длинный железнодорожный маршрут. 18,5 тысячи километров и соединяет Лиссабон и Сингапур. Маршрут проходит по территории 13 стран и в общем-то с учетом расписания поездов и пересадок путешествие по всему маршруту может занять около трех недель. Но зато можно будет посмотреть всю Европу и всю Азию. Будем стараться превзойти, я думаю, так. По крайней мере, в плане скорости передвижения так точно. Хорошо, у нас небольшая пауза, после которой мы встретимся с руководителем мотивационных программ агентства инвестиций и развития Сармита Карлсона и подведем итоги конкурса Идею Каос 2021. На конкурс было прислано более сотни работ и только 10 из них получили финансирование о том, что это были за идеи. Ну, обо всем об этом через несколько минут оставайтесь с нами. Аминь.